Уважаемые родители, хочу вам предложить консультацию правила дорожного движения для дошкольников. Мамы и папы, всегда ли вы подаете пример соблюдения правил дорожного движения? Каждый родитель должен своевременно обучить детей умению ориентироваться в дорожной ситуации. Воспитывать у ребенка потребность быть на улице дисциплинированным и внимательным, осторожным и осмотрительным. Для этого надо так ознакомить с правилами дорожного движения в дошкольном возрасте, чтобы они соблюдали их, став школьниками. Только единые требования, предъявляемые к детям со стороны педагогов и родителей, будут способствовать успешному овладению детьми азбуки дорожного движения. Помните, что жизнь и безопасность детей на дороге зависят прежде всего от вас. Учите детей безопасному поведению на дороге своим примером. Находясь на дороге со своими детьми, применяйте некоторые методы, которые помогут вам и вашему ребенку сформировать навык безопасного поведения. Никогда не спешите на проезжей части, не переходите дорогу на красный цвет, не разговаривайте при переходе дороги. Постоянно обсуждайте с ребенком возникшие ситуации на дороге, указывая на скрытую опасность. Приучитесь сами и приучите детей переходить дорогу только там, где пешеходный переход. И только на зеленый цвет, посмотрев налево, потом направо. При перевозке в автомобиле ребенок должен сидеть на заднем сидении в специальном кресле. При движении по тротуару вы должны находиться со стороны проезжей части и обязательно держать ребенка за руку. Наклейте на ребенка одежду, светоотражающие элементы, чтобы в темное время суток водители смогли увидеть вас и ребенка. Остановитесь, взрослые, по сторонам взгляните, ведь рядом ваши дети. Четко расскажите о том, что на дороге должны быть осторожными. Все объяснить показом, а не кормить пирожным. О правилах движения вы детям расскажите, ведь это все не сказки. Вы к сведению примите, ведь дети, цветы жизни должны расти вокруг и чувствовать, что рядом есть надежный, верный друг. Родители, прошу вас, на миг дела оставьте и правила дорожные с ребенком повторяйте. Редактор субтитров А.Семкин